Поздравляю Томск с победой. Нас они переиграли. Несмотря на то, что у нас было там у первых два момента, да, с углового там и прострел хороший. Не удалось нам сегодня забить. После такого нелепого пропущенного гола в конце первого тайма, но полное преимущество, на мой взгляд, было Томска и начало второго тайма. В остальном, в целом, равная игра. Без каких-либо, на мой взгляд, моментов, что в одну, что в другую сторону. Такая жесткая боевая игра. Томск мне очень понравился и желаю удачи. Спасибо. Ваши вопросы. Прошу. Игнатьич, а вот сами сказали, что команда начала с преимущества, создала два момента. То, что ход игры переменился, это при перетеквате команды или засуга тайны? Ну, здесь не сказать никак однозначно, да. Тут и Томск, наверное, неплохо сыграл, да. И где-то мы сыграли, там не в полную силу. Некоторые футболисты меня сегодня удивили. Там в худшую сторону, да. Со знаком минус. Поэтому и так, и так. И мы неправильно стали действовать в каких-то моментах. Ну и плюс Томск, и прессинговали, и как бы собирали подборы, и очень хорошо контролировали мяч. Коллеги, пожалуйста, не вставай, задавайте вопросы, чтобы нашим операторам не мешать. Да, прошу вас. Олег Дмитриевич, еще, видимо, в процессе создания команд, да, потому что вот сегодня пока наглядный только Козырь был стандартный, а вот какая-то такая четкая игра комбинационная, или просто вы считаете, что неудачные футболисты сыграли? Да нет, ну что значит неудачные футболисты? Мы неудачно сыграли, а не футболисты. Я согласен, что сегодня не было какой-то комбинационной игры, при том как с нашей стороны, так и со стороны Томска. Потому что, ну, на мой взгляд, две такие боевые команды, да, и в центре поля там не церемонились, и мы прессинговали, и Томск нас прессинговал. Поэтому цены такой игры с нашей стороны не получилось. Что касается только со стандартов, ну, наверное, вы правы, да, и стандарты угловые, там, какие-то штрафные у нас были, там, могли мы где завершить. Так же, как и Томс, да, но в целом-то я еще раз скажу. Вы правы, мы, знаете, только собрались, да, с одной стороны, но сколько можно уже об этом говорить, да, понятно, собрались, но надо уже играть, надо уже показывать футбол, к чему мы и стремимся. А задачи стоят? Задачи стоят. Выигрывать каждый следующий матч. Ваш стадион как-то сделать? Еще есть вопросы? Прошу вас, сидим. Руслан Геннадьевич, вы в двух сетеветах что-то ошибки в ударе? Ну, там рикошет был, наверное, это уже не ошибка вратаря, да, с одной стороны, с другой стороны, ставить трех человек в стенку, но, на мой взгляд, неправильно с такого расстояния, поэтому мы будем разбираться. Но там был рикошет и еще раз говорю, нелепый гол такой, поэтому, если бы не этот гол, на мой взгляд, да, но первый тайм точно бы доиграли 0-0, потому что и моментов-то практически не было, а дальше бы уже, наверное, было бы по-другому. Но, что было бы до кого-то, поэтому Толст победил заслуженно. Спасибо. Ну, всех с победой, думаю, что игра понравилась, и еще одну победу понравилась, поэтому, к сожалению, нет, что не забили больше, но, тем не менее, уверенно победу одержали. Есть проблема в обороне, не доиграли мы стандарты, там Байрыев нас просил в первом тайме. А так, в общем-то, по игре, в общем-то, достаточно хорошо двигали и с мячом, и без мяча, и мяч двигали, и моменты создавали. Проблема реализации, но это уже другая тема. А так, в целом, понравилась играть, целостная игра по организации, в общем-то, достаточно качественная, в нашем уровне. Все. Ваш вопрос. Прошу, сидите, напоминаю. Батару Ильич, тем не менее, в начале матча с отюзком не имели преимущество, чем-то было связано, или с чем-то вопрос. Ну, мы готовились к каждой схеме, состав посмотрели другой, там, поставил двух опорных. Пока перестраивались, пока к сопернику подстраивались, пока свою собственную игру нашли, в общем-то, время ушло. А так. Вообще, у меня сегодня задумка была 4-4 за поиграть, но если там еще один парень сидит, не хуже Лукова, никогда не могла, возможно, сдать поиграть Крапухин. Тоже очень прилично в парень. Хотел 4-4-2, но так складывалась игра, что Сасин-то куда устал, и Калинский там странно. Поэтому опять мне получилось. Сергей Николаевич, прошу вас. Пожалуйста. А, Василий Владимирович, сегодня бросил вас вопрос, что очень много, часто игроки били за пределом штрафной, в принципе, у многих есть поставленный удар, кто бил. То есть этого, ну, и этого как раз не хватало в прошлом сезоне. А вот эта установка ваша, или игроки вот так, на себе не били? Да, у нас установка и тренировки проходят так. Ну, что делать? Говоришь, бей, не бьют. В Химковых там стойка моментов была, и у Казаева, и у Калинского не находили возможности. Сегодня нашли. У нас вообще Казаев очень прилично поставлен на удар и у Калинского, и у Ступова. И Кузьмичев может пробить. Сегодня видели железобетонный момент. Все, Сасин сделал. Весь угол уже, все, крестоверно. Я ему сказал, ты сегодня как киллер должен быть. Вот, мяч штрафной, ты наствори, и все, и заканчивай все. Он вроде все сделал правильно, в Христовину. Ну, что делать? Надо забить первый гол для того, чтобы катиться. Да, такая позиция зависимая нападающая. Это защитник, полузащитник. Еще что-то могут изменить, а эти парни зависимые. Фарт пошел, пошла играть. Нет, нервничают. Поэтому есть доля везения, невезения. Но, тем не менее, он двигается нормально. Продолжение от него шло. Не сетерял, мяч и цеплялся. С продолжением, с улучшением. Поэтому так сегодня. Несколько человек травмировано, не скажется ли, дистанция длинная, что тут уже... Да, это и тревожит. Это тревожит. И поэтому не готовы ставпица поставили. И Фомина в первом туре поставили. Потом в Химках сделали паузу. Неделю дали потренироваться. Чуть-чуть добрал. Так, специальную работу делаем. Одни, потому что ставпица два месяца ничего не делал. За неделю очень сложное. Просто сегодня вызвал, спросил. Хоть ты на ногах, нет там, хоть что-то, минут 20 по полному требованию поиграешь, на атаку, на оборону. Они, говорят, все поиграют. Но когда выходит, игра показывает, что нет, не фантазируйте. Поэтому будем готовить, готовить молодые, молодые пока так. Вставим, но видите, качество игры сразу меняется, да. А что делать? Надо тоже будет бросать. Макурин на ровное место травму получил. Восстанавливается по общей группе. После игры входит Кудряшов еще, больничный лист, по-моему. А ты, да, Петя же полгода не играл, у него кристы были. Я так думал, что 2-3 игры протянет, а потом на Тихого поменяем, потому что Тихий приехал. Без сборов тоже, да, последнюю неделю не готов был, оптимальный. А Петя был с начала сбора. Думал, 2-3 игры, но получилось так, что полторы игры. Поэтому вот так. Следующая игра с «Зенитом», который сейчас хвостилю турнир на таблице, не охватит ли ребят и паре? Да нет, мы так не думаем. Мы идем от игры к игре. У нас нет цели и задач, у нас следующая игра – цель. Поэтому сейчас, завтра отдохну, посмотрим игру. И под игру «Зенита» будем готовиться, пару тренировок проведем тактических. И поэтому, если у кого-то эйфория появится, мы можем ротацию сделать. Мы сейчас в силах это делать. Не все, конечно, есть ключевые, которые нельзя ничего трогать. А кое-кого может тонизировать. Да, прошу вас. Следующий, три победы в трех матчах, если только с прошлого сезона считать, одна мяча, пять помеха, не нашли какие-то волшебные слова? Да ничего, какие волшебные слова, черный труд требования. Я вам тоже самое сказал. Вы ни на кого не надейтесь, никто к вам не приедет и ничего не сделает за вас. Если вы сами не будете на тренировках трудиться, по требованию играть и пахать на поле, никто ничего во мне не сделает. Они плашут по этому. Мало того, что мы мешаем играть сопернику, ротер – это приличная команда, мы еще и сами создаем моменты. Только раз за ребят, что у них получается. Буду рад вдвойне, втройне, что это будет получаться на протяжении сезона. И буду вообще рад, если они выйдут на другой уровень, качественно, и будут востребованы в каких-то клубах другого уровня. Пока сегодня мы не на том уровне и не в том статусе, даже в ФНЛ. Поэтому все на вырос. Парни молодые, есть к чему стремиться, есть куда расти. Вот так. Продолжение следует. Продолжение следует...